Школа юридической помощи вам расскажет о порядке назначения и выписывании лекарственных препаратов. Расскажет председатель Исполнительного комитета Межрегионального общественного движения «Движение против рака», член общественного совета и Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Дронов Николай Петрович. Добрый день, дорогие коллеги. Я постараюсь не сильно, так сказать, отвлекать наше общее время и от вопросов, в том числе это наиболее важная стадия. Сегмент юридических вопросов у нас сегодня достаточно узкий, он связан с порядком назначения и выписывания лекарственных средств, раз уж общая тема у нас зашла о том, как справиться с возникающими при химиотерапии осложнениями, не будем выбиваться из общей конвей. Значит, основные нормативные документы, законодательные акты или, как говорят источники права, которые регулируют этот вопрос, перечислены в данном слайде. На самом деле, я бы к ним еще отнес, безусловно, федеральный закон номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Это наш основной нормативный акт, в котором перечислены права пациентов, и там есть определенные вполне себе конкретные нормы, регулирующие вопросы, в том числе и назначение и выписывание лекарственных средств. Не только в федеральном законе об обращении лекарственных средств, который к пациентам касается, наверное, не в первую очередь. Основным документом, который сейчас регулирует вопросы назначения и выписывания лекарственных средств, является приказ Министерства здравоохранения России об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов номер 1175Н, а также ряд других документов, которые направлены на реализацию продекларированных в нашем законодательстве прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также социальное обеспечение в случае определенных жизненных ситуаций, например, таких, как признание лица инвалидом. Кто уполномочен назначать и выписывать лекарственные средства? Как установлено упомянутым мною приказом Минздрава России 20 декабря 2012 года 1175Н, назначение выписывания лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом. В местностях, где отсутствуют медицинские организации и наличествуют фельдшерско-акушерские пункты, это имеет право делать фельдшер либо акушер, при наличии специальных на то у них полномочий. В ряде случаев у нас есть частные медицинские организации, имеющие организационную правовую форму индивидуального предпринимателя, то есть частная практика, осуществляющая в установленном законном порядке такой доктор имеет право принимать решение о назначении выписывания лекарственного препарата. Ну и, безусловно, достаточно важным субъектом, в том числе в случаях, связанных с принятием решений о химиотерапевтическом лечении новообразований, является врачебная комиссия, которая решает достаточно сложные и важные вопросы определения тактики лечения в особо трудных случаях. У нас за последние 8 лет, наверное, кстати, не могу не вспомнить, что самая первая школа пациентов у нас тоже состоялась в стенах института Петрова, за что я еще раз хочу поблагодарить эти стены института и сотрудников. Но у нас собрались за последнее время вопросы, которые наиболее часто и регулярно поступают к нам от пациентов и их близких на наш сайт, на нашу горячую линию, и мы их постарались обобщить в таком вот упрощенном виде. Я в порядке режима, так сказать, предвосхищая некоторые вопросы, наверное, отвечу. Так часто спрашивают, вот лекарственный препарат назначен, рекомендован, куда обратиться, чтобы получить его бесплатно? Если препарат назначен, то необходимо обратиться, так сказать, в поликлинику по месту прикрепления для выписки рецепта. Особенно речь идет о, так сказать, крупных муниципальных образованиях, городских округах, городах, просто говоря. Если препарат рекомендован, допустим, в порядке получения второго мнения или непосредственно не тем доктором, который является вашим лечащим врачом, где-то в какой-то другой медицинской организации, нигде вы наблюдаетесь, то необходимо обратиться к лечащему врачу, который в силу прямого указания закона несет ответственность вместе с той медицинской организацией, где вы стоите на учете, за организацию, так сказать, и за тактику вашего лечения. Для завершения оформления бесплатного рецепта необходимо ехать на прием к главному специалисту в областной центр. Законно ли это? К сожалению, до недавнего времени мы имели подобную проблему массового характера. Наблюдалось, например, в Московской области. Московская область – это два разных субъекта, и, к сожалению, наши пациенты были вынуждены ездить в областной диспансер для того, чтобы решить вопросы назначения и выписывания лекарственного препарата. Сейчас это можно сделать в поликлинике по месту жительства, естественно, при наличии надлежащих оформленных документов в организации, оказывающей вам специализированную, то есть онкологическую помощь. То есть для выписывания лекарственного препарата нет необходимости ехать в онкодиспансер областной, который, как правило, в подавляющем большинстве регионов один и единственный. Имеет ли врач в обычной поликлинике выписать льготный рецепт на противоопухолевые препараты? Это может сделать только заведующий. Опять-таки, врач участковый имеет право это сделать. Заведующий отделением, если это не ваш лечащий врач, к которому вы прикреплены, он не выписывает рецептов. В определенных случаях требуется решение врачебной комиссии для назначения и выписывания лекарственного препарата. Надо помнить, что назначение выписания лекарственных препаратов осуществляется по международному непатентованному наименованию, при его отсутствии по группировочному наименованию, но и в исключительных случаях при отсутствии того и иного наименований выписывается препарат по торговому наименованию. Общее правило – это выписка препарата по международному непатентованному наименованию. В связи с этим возникает много вопросов, зачастую по поводу выписки так называемых дженериков. Это законно и обоснованно, потому что это сопряжено не только с требованиями законодательства об охране здоровья граждан, но и с требованиями антимонопольного законодательства. И потом один и тот же препарат могут выпускать разные производители. Поэтому приоритетом в общемировой практике является использование международного непатентованного наименования лекарственного препарата для назначения и его выписывания. В отдельных случаях при наличии медицинских показаний, а это в случае индивидуальной непереносимости и по жизненным показаниям, в соответствии со статьей 37 Федерального закона, частью 5 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан, по решению врачебной комиссии может быть осуществлено назначение выписания лекарственного препарата по, так сказать, в том числе торговому наименованию, либо не входящему в стандарты медицинской помощи, включенному в какие-то списки льготные, так называемые, которые вообще-то, строго говоря, не являются основанием для принятия какого-то терапевтического решения или для выписки, это, так сказать, управленческие больше документы, нежели врачебные. Тем не менее, в определенных случаях существует исключение, когда выписывается конкретный препарат под конкретного пациента, исходя из всех совокупных условий, связанных, так сказать, с состоянием здоровья и течением заболевания именно у этого конкретного пациента. Бывает, что обращаются с таким вопросом, вот где нам доктор не выписывает рецепт, потому что препарата нет в каких-то перечнях. Я уже начал об этом говорить, повторюсь, как бы перечни, на самом деле, это вещь такая управленческая, но вместе с тем, к сожалению, ввиду определенных проблем экономического характера в нашей стране, и медицинские организации, и даже, так сказать, практикующие врачи вынуждены учитывать, так сказать, содержание этих перечней. В действительности у нас есть, условно говоря, два перечня лиц, это федеральные и региональные льготники. Вот, по большому счету, конечно, пациенту безразлично должно быть, да, за счет, за чей счет реализуется его право на льготное лекарственное обеспечение, но для государства это не безразлично. К сожалению. Поэтому, если есть, допустим, определенное право у инвалида, являющегося федеральным льготником, то для инвалидов существует свой список лекарственных препаратов, в отличие, допустим, от региональных льготников. Ну, опять-таки, я уже упомянул, что назначение сделано по торговой марке, а врачи по месту жизни выписывают рецепт по международному непатентованному наименованию. Часто бывает так, что, допустим, в порядке второго мнения или где-то каким-то образом, может быть, даже в том числе в федеральных центрах, такое случается, когда рекомендуют препарат конкретный, в связи с тем, что есть какие-то результаты, допустим, научной работы или достижения практические, полученные достоверные данные о клинической терапевтической эффективности, но, тем не менее, общий правило, как я уже сказал, это выписка и назначение выписка препарата по международному непатентованному наименованию. У вас, так сказать, государство, к сожалению, не обязано обеспечивать оригинальными препаратами по торговым наименованиям. В общем, такое общее правило. Ну, бывает так, что, конечно, препарат бывает только единственный, но, тем не менее, все равно его выписывают, и единственный производитель препарата, да, его выписывают все равно по международному непатентованному наименованию. Вопрос. При приеме дженериков, так сказать, воспроизведенных препаратов возникли сильные побочные эффекты, правильно сказать, явления, наверное, нежелательные, да, имели я право на получение оригинального препарата. Опять-таки, здесь надо доказывать индивидуальную непереносимость, а не нежелательные явления, потому что нежелательные явления, касаемые конкретного препарата, они являются, так сказать, предметом разбирательства со стороны органов, осуществляющих фармакологический надзор, в конкретном случае органов роздравнадзора, и здесь, как бы, медицинские организации и врачи обязаны сообщать о таких явлениях, если они фиксируются в процессе, так сказать, терапии в отношении конкретного пациента. Но вместе с тем, как бы, определенные трудности, связанные с приемом, того или иного препарата или какие-то осложнения, должны быть зафиксированы в медицинской документации в любом случае, для того, чтобы либо лечащий врач, либо врачебная комиссия при принятии дальнейших решений в отношении конкретного пациента эти обстоятельства учитывали. Ну, есть вот такие технические и организационные сложности. Нужно ли оформлять инвалидность, чтобы получать лекарства, не выписывают из-за отсутствия группы? Это от региона к региону рознь, да. На самом деле, в ряде регионов особо одаренные организаторы здравоохранения там правдами и неправдами наращивают число инвалидов, допустим, потому что это федеральные льготники, деньги приходят из Москвы, и так легче решать проблемы экономического характера. Безусловно, надо отметить, что пациент с диагнозом злокачественного образования в любом случае имеет право на льготное лекарственное обеспечение как минимум в соответствии с 890-м постановлением правительства, помянутым сегодня в самом начале, в числе нормативно-правых источников, и, безусловно, в соответствии с территориальной программой государственных гарантий, которая корреспондирует этому постановлению и содержит в своем, так сказать, приложении, в том числе список бесплатных противоопухолевых препаратов, которые выдаются региональным льготникам. То есть каждый онкологически больной, вне зависимости от наличия у него либо отсутствия статуса инвалида, является региональным годником и вправе рассчитывать на получение по месту регистрации, не по месту временного проживания, но по месту регистрации. Это тоже важный момент, поскольку речь идет о специализированной помощи лекарственных препаратов, которые перечислены в приложении к территориальной программе госгарантий. Вот, к сожалению, не везде эти приложения обширные, охватывают все противоопухолевые препараты, поэтому зачастую возникают эти проблемы, а вот препарата нет в списке, а как нам его получить? Только по жизненным показателям, к сожалению, в таком случае. Но, тем не менее, основной набор основных противоопухолевых средств, он в любой территориальной программе государственных гарантий присутствует. А в 890-м постановлении, в принципе, там даже сказано, что пациент, имеющий диагноз злокачественного образования, вправе получать за счет средств регионального бюджета все лекарственные препараты бесплатно. Но, тем не менее, 890-е постановление надо, конечно, применять через призму нового 323-го закона, потому что это постановление 1994 года, и, кроме того, это постановление правительства, а федеральный закон, он более высокий нормативный, по своей юридической силе акты. И он принят еще, ко всему прочему, гораздо позже, в 2011 году. Но есть такие сюжеты, они достаточно распространенные. Бесплатный рецепт не выписывают, потому что пациент отказался от соцпакета. Но здесь речь идет о федеральном льготнике, об инвалиде, который променял, так сказать, социальный пакет, натуральную льготу, и забрал деньгами. Действительно, в этом случае отказ от соцпакета влечет утрату права на получение льготных лекарственных препаратов в том году, на который пациент, в данном случае инвалид, допустим, отказался от этого социального пакета. Но, опять-таки, он не лишается права оставаться региональным льготником. Но здесь всегда возникают коллизии. Вот вы инвалид, отказались, а теперь идете и за счет средств регионального бюджета пытаетесь получить и деньги, и лекарства. С точки зрения социальной справедливости не очень правильно, вопрос не раз уже поднимался, в том числе, скользко, касались на последнем форуме по здравоохранению Народного фронта. Я думаю, что унифицированы будут эти списки, потому что это не совсем, не до конца правильно, не совсем справедливо. Как можно достать импортный препарат, не зарегистрированный в России? Возвращаясь к прошлому вопросу, те, кто является инвалидом, не надо выбирать денежные средства. Это моя вам рекомендация, потому что с 1 января следующего года набор денег, вернее, размер денежной компенсации за лекарства будет составлять порядка 750 рублей. Ну, там, наверное, с санаторно-курортными, с проездом, может быть, в районе 1000. Поэтому 1000 рублей в месяц не спасут никого от той ситуации. Во всяком случае, у вас при отказе от денег, отказе от монетизации, останется право требовать выделения вам тех препаратов, которые входят в перечень для обеспечения федеральных льготников по закону о государственной социальной помощи. Как можно достать импортный препарат, не зарегистрированный в России? На самом деле, никак. Потому что все, что возят, это под личную ответственность тех, кто возит. И ни одна уважающая себя медицинская организация никогда не будет применять эти препараты, которые кто-то привез в рюкзаке, в холодильничке или еще в какой-то сумочке. Потому что нет никакой гарантии того, что соблюдена холодовая, холодовой режим его транспортировки и другие условия хранения. Кроме того, если препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, он и не находится в обращении. Есть указания на лиц, которым запрещено выписывать рецепт. В любом случае, поскольку рецепты выписываются на бланки у этих лиц, этих бланков и быть не может. Бланки также специальные, как известно. По срокам действия. Сейчас очень много было вопросов и проблем, связанных с обеспечением противоболевой терапии. К счастью, несмотря на достаточно разогретую эту тему в средствах массовой информации и в обществе, наших пациентов это касается далеко, и слава богу, далеко не всех. Потому что почему-то так сложилось, что в обществе откровенно стали считать, что паллиативная помощь, симптоматическое лечение, а также обезболивание требуется только онкологическим пациентам. При этом, как вы сегодня слышали, при правильной организации, своевременной диагностике, надлежащем лечении, наши пациенты, слава богу, живут долго и счастливо. Может быть, не всегда комфортно, да, есть проблемы с качеством жизни. Но тем не менее, как бы и годичная летальность снижается, и пятилетняя выживаемость растет. И в связи с тем, что технологии-то не стоят на месте, слава богу, медицинские. Вот, тем не менее, были проблемы с теми пациентами, которые нуждались, ну, такие категории людей есть. Это не только онкологические больные в обезболивании. Это были вопросы там межведомственного характера. Сейчас, ну, Минздрав проявлял достаточный конструктив в этом направлении. Теперь, вроде бы, федеральная служба по борьбе по незаконному обороту наркотиков твердо встала на путь исправления и повернулась лицом, так сказать, к людям, вот, и к докторам. Потому что были случаи, когда медицинские работники страдали от, так сказать, формального и необоснованного подхода к уголовным правовым решениям определенным. Вот, с января будет 15 дней действия этого рецепта, потому что всегда у нас всплеск был как раз в праздничные дни, новогодние, когда трудно было получить противоболевые обезболивающие препараты. Сейчас у нас рецепты действуют обычные в течение месяца гражданам пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям инвалидам 3 месяца. Ну, это, кстати, была, эти поправки появились так, несравнительно недавно. Была инициатива пациентского сообщества, мы писали и говорили с Минздравом на эту тему. Особенно тяжело, допустим, людям, которые находились на амбулаторном лечении, не вынуждены были с дачи приезжать и прочее, достаточно пожилые, поэтому этот вопрос был урегулирован, слава богу. Ну, есть другие, так сказать, категории граждан, которые вправе получать, так сказать, рецепты и на 2 месяца, и на сроках действия 2 месяца, и пациент с хроническими заболеваниями до года. Значит, что касается стационара. В стационаре происходит назначение медицинских, лекарственных препаратов, вернее, медицинским работникам единолично, без выписывания рецепта. В случаях, когда необходимо назначение 5 и более лекарственных препаратов одному пациенту, либо назначение препаратов, не входящих в перечень жизненных необходимых и важнейших, при нетипичном течении заболевания или при наличии осложнений основного заболевания, а также при наличии сопутствующих заболеваний, допустим, помимо новообразования, есть какие-то патологии, связанные с сердечно-сосудистой системой, когда требуется консультация и мнение сопутствующих специалистов. Также при назначении лекарственных препаратов, особенности взаимодействия и совместимости которых, согласно инструкции по их применению, регистрационной, приводят к снижению эффективности и безопасности лекарственной терапии или создают потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента. В этом случае необходимо согласование заведующим отделением, на самом деле и в стационаре тоже есть врачебная комиссия в определенных случаях, и 502-й приказ возлагает на нее определенные обязанности в этих случаях. Надо обратить внимание, что действительно в стационаре это происходит, еще раз подчеркну, без рецепта, и кроме того, я здесь упомянул перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, это такой список, на основании которых государство регулирует предельные отпускные цены на лекарственные препараты, потому что это социально значимый товар. Это единственная юридически значимая и официальная функция этого списка, но еще у этого списка появилась функция, это список препаратов, которые необходимо иметь в стационаре, которые в стационаре назначаются бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии у нашего гражданина любого полиса ОМС, каждый застрахованный. Об этом теперь прямо сказано в 323 законе, в 81 статье, что препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, назначаются в стационаре бесплатно. На возмездной основе человек не лишен. Моя личная точка зрения, я считаю, что при определенных обстоятельствах, несмотря на наличие государственной гарантии, каждый из нас вправе заключить любой гражданско-правовый договор, а возмездное оказание медицинских услуг имеет свои гражданско-правовые начало, безусловно, любой человек вправе выбирать какие-то дополнительные комфортные вещи или что-то получить за свой счет, или за счет добровольного медицинского страхования, или каких-то иных источников благотворительных фондов, или, так сказать, иных средств средств за деньги, ну, это, так сказать, право любого человека. Но, в том не менее, у него есть и право получить то, что положено по закону бесплатно. Ну, палеотивная помощь, наверное, опять-таки, это было вызвано, этот слайд у нас, так сказать, к жизни вот этой дискуссии. Я уже упомянул, что медицинская комиссия в ряде случаев принимает решение, в том числе при назначении, помимо тех случаев, которые были приведены в предыдущих слайдах, в том числе в случае первичного назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Есть списки, утверждаемые правительством, перечни так называемых наркотических препаратов, вот, которые выписываются в особом режиме первоначально, впервые. Что касается опять-таки 890-го постановления и 890-го постановления региональной льготы и отдельных категорий граждан, в том числе семейной зоологии так называемых, осуществляется назначение выписывания медицинским работникам опять-таки по месту жительства. Допустим, если мы говорим о новообразованиях, лечении новообразования крови, определенных, это вот хронический лимфолейкоз, хронический миелоидный лейкоз, лимфомы и ряд других диагнозов, которые включены в программу так называемых семейной зоологии, там есть свой регистр лиц, то есть, сети пациентов в стране посчитаны, слава богу, их не так много, они обеспечиваются по специальной государственной программе, вот, им назначается, так сказать, выписывается лекарственный препарат, после включения их в регистр подтверждение диагноза, это наиболее организованная и такая высокоэффективная государственная программа лекарственного обеспечения, вот, но, к счастью, там, или нет, к сожалению, такой высокоэффективной программы нет для всех онкологических больных, но там не только онкологические больные, парень, это не только 150 тысяч человек, на всю страну охвачены программы, тем не менее, очень четко работает, ну, и региональным льготникам тоже, в соответствии с 890-м постановлением, выписываются эти препараты врачом, то есть, это не за счет средств федерального бюджета, как раз сейчас уже чаще всего в регионах, в связи с переходом на одноканальное финансирование, за счет средств ОМС, по месту жительства врачом назначаются выписываться эти препараты, о территориальной программе я говорил, ну, палеотивная помощь, наверное, не совсем, тема сегодняшнего нашего разговора, вот, но тем не менее, там, из новелл еще, касающихся обращения противоболевых препаратов, теперь запрещено требовать возврата первичных упаковок и вторичных потребительских упаковок от использованных наркотических лекарственных препаратов, в том числе пластырей, поправки, соответствующие в закон, были приняты, о наркотических средствах, раньше это было целой проблемой, потому что людям не выдавали новые, обезболивающие, пока они не сдадут ампулы, использованный пластырь, вот, но есть вот еще вопросы такие, да, пример вопросов, рецепт выписывают, в меньшем количестве или в более низкой дозировке, чем указано в рекомендациях, ссылаясь на причины немедицинского характера, но здесь надо сказать, что лечащий врач медицинской организации имеет право самостоятельно назначать обезболивающие препараты, исходя из тяжести характера заболевания, предельно допустимое количество отдельных наркотических препаратов для выписывания на один рецепт, указано, опять-таки, в приложении номер 1 к 1175 обещать приказу, их количество при оказании паллиативной помощи может быть увеличено не более чем в два раза, но опять-таки, по решению врача, то есть, все зависит от конкретной терапевтической ситуации, помогают ли обезболивающие на бесплатной основе, что делать, если выписанный препарат уже не помогает, если не помогает, то врач должен, так сказать, изменить эту схему обезболивания и назначить препараты с более сильным обезболивающим эффектом, сейчас тоже, ну, во всяком случае, в крупных городах проблем уже практически нет с этим, я не могу, так сказать, ничего, так сказать, за то, что, как это делается, допустим, в Санкт-Петербурге или в Северо-Западном округе, в Москве, к счастью, этот механизм в последнее время отработался и вопросы противоболевой терапии оперативно решаются. Есть еще такой вопрос, для выпуска рецепта врач требует привести пациента на прием, если ехать далеко или пациент уже не ходит. Есть случаи, когда, к сожалению, болезнь приводит пациента к терминальной стадии, здесь нет необходимости везти пациента, но нужно вызвать врача, надо врача-терапевта участкового для осмотра и назначения, потому что есть право такого участкового терапевта, они боялись, и многие до сих пор боятся, но эту психологическую и правовую боязнь искореняет потихонечку, потому что мы знаем, что вот весь пример, кстати, на форум Народного фронта по здравоохранению, который был месяц назад в Москве, приезжал доктор из Красноярска Алевтина Петровна, Хореняк, который суд, к счастью, оправдал, потому что несмотря на то, что я, скажем так, как человек, имеющий специальную юридическую подготовку, могу сказать, что она допустила определенные нарушения должностных своих обязанностей, но вместе с тем она действовала исходя из принципов гуманности, это был пациент с другого участка, и кроме того, она не совершила на самом деле никаких уголовно наказуемых деяний, то есть то, что там она сделала, это не влечет уголовную ответственность, потому что степень ответственности бывает разная. И, к сожалению, такие примеры были не единичными, и участковые терапевты предпочитали не связываться, в том числе даже в Москве это проявлялось, опасались наркоконтроли, МВД, и у тех своя, так сказать, там правда, но когда задаешь вопрос, сколько конкретно у вас сотрудники выявили со стороны представителей медицинского сообщества конкретно противоправных случаев обращения с наркотическими препаратами, то это единичные случаи, являющиеся исключениями, когда или кто-то что-то украл из каких-нибудь уборщиц или дежурных в больнице, то, что врачи явно не являются теми наркодилерами, за которых их пытался выдавать ФСКН, это было очевидно, как бы эта идиотская ситуация, на мой взгляд, наконец-то начала решаться и ситуация приходит в нормальное русло. Обезболивающие, безусловно, бесплатно, поскольку, как я уже упомянул, любой онкологический больной у нас является региональным льготникам, кстати говоря, палиативная помощь не финансируется, и средства обязательного медицинского страхования, это как раз региональные обязательства, поэтому каждый регион за своего пациента отвечает, поэтому у нас был неприятный тот случай с девочкой из Магистана, которая у нас все едут в Москву обычно, в Питер, в Новосибирск, и вот, к сожалению, если лечиться человек по полюсу может практически с формальной юридической точки зрения в любой точке России, то вот такую медицинскую помощь, которая не входит в системе УМС палиативную, получить невозможно, потому что регион, где человек прописан, не может за него заплатить, там из Махачкалы в деньги в Москву просто так не ходит, то есть из-за данного фонда медицинского страхования в другую ходит, а вот межбюджетные расчеты, есть определенный пробел в правовом регулировании, причем это законодательство не об охране здоровья граждан мешает это делать, а законодательство о бюджете и бюджетном процессе, вот, ну, как бы, эта проблема государства, она тоже будет лишает граждан на получение, так сказать, бесплатной медицинской помощи в том объеме, в программу госгарантии эта помощь входит, а в систему обязательного медицинского страхования нет, ну, такая вот ситуация получилась, вот, по поводу личного присутствия пациента, еще раз, как бы, это все зависит от конкретной ситуации, про терминальных пациентов нет такой необходимости, потому что терапевтические мероприятия в отношении его исчерпаны и очевидно, и участковому терапевту ясно, что с ним делать, когда речь идет о назначении какого-то препарата впервые, у нас такие случаи были, человек лечится, значит, где-то в федеральном центре, конкретно человек лечился, допустим, в Питере, потом ездил за рубеж, а реально проживает в одном из крупных городов Сибирского федерального округа, а потом у него, видимо, кончились деньги, и он начинает говорить, вы знаете, мне препарат вот такой-то вот рекомендовали, да, вы мне его можете назначить, его в регионе нет, но учете он, диспансерий не стоит в онкологическом, врачи его не видели, о принятии решения врачебной комиссии, как врачебная комиссия может собраться и без пациента этот вопрос решить, если нет ни единого документа, свидетельствующего, так сказать, его анамнезе и текущем развитии заболевания, поэтому в ряде случаев явка для принятия решения на назначение выписанного лекарственного препарата, она, на мой взгляд, является обязательной. Если выписан бесплатный рецепт, а препарата нет в аптеке, есть право поставить на отсрочное обслуживание, аптека этот вопрос должна решить сама, принять у вас рецепт и по мере подвоза препарата позвонить пациенту и завестить, что препарат есть. Если рецепт не выписывают, потому что в аптеке препарата нет, это незаконно. У нас, к сожалению, в ряде регионов были установлены такие программно-аппаратные комплексы, которые врачу не позволяли выписать рецепт, если программа отображала отсутствие того или иного препарата на складе. То есть, ну, это проблема органов управления с здравоохранением регионов закупать препараты, поэтому врач не должен об этом думать. Выписан бесплатный рецепт, а в аптеке препарата не оказалось. Пришлось покупать, возможно ли компенсировать расходы. Ну, только через суд. У нас есть такая практика, у нас тяжелый регион, самая Московская область, сейчас там, слава богу, получше стало. Вот, было очень много таких случаев, когда люди, просто ввиду того, что не было препарата, его никто не организовывал, есть проблемы и управленческих решений. Они получали рецепт, покупали препараты, потом замещали через исполнительный лист, через управление казначейства за счет средств бюджета Московской области. Но, опять-таки, здесь надо иметь факт не обеспечения рецепта и факт доказать понесенных расходов, потому что все в соответствии с процессуальным законодательством подлежит доказыванию определенными доказательствами, не относимыми и допустимыми, но это отдельная тема. Если нет выписанного лекарства, можно получить аналог, как мы уже говорили, лекарство выписывается по международному непатентованному наименованию. Если при нахождении на отсрочном обслуживании срок действия рецепта истекает, то по такому рецепту все-таки возможен отпуск лекарственного средства без его переоформления, за исключением ряда препаратов. То есть не надо бежать и выписывать новый рецепт при стечении месяца сроков действия истек. Я думаю, что мы с удовольствием ответим на все вопросы, которые поступили. И я еще раз напомню, вопросы передавайте в президиум, чтобы можно было эти записки прочитать и всем нашим коллегам, которые сейчас не здесь с нами находятся, а на связи и смотрят на записи, услышать внятный ответ. Спасибо. 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 Продолжение следует...